Так мы с вами. И что такое духовная платформа? Пища с позиции духовной платформы. Какая? Духовная платформа в невежестве бывает? Нет. Страсти бывает? Нет. Благости бывает? Нет. Она бывает только на уровне души. Это выше всего. Есть духовная благость, так называемая. Это означает, что духовная пища – это освященная пища. Она избавляет от всех грехов, от всех страданий. Это самая лучшая пища, самая высокая пища. Самая качественная пища. Допустим, люди говорят, как мужа пить, отучить? Очень просто. Там, где есть Бог, там светлячки все гаснут. Светлячки – это духи. Веды говорят, вот солнце восходит, светлячки ночью видны. Солнце восходит, светлячки видны? Нет. Духи – это тоже маленькие солнца такие. Они к себе привязывают человека, и человек не может от них оторваться. Но когда солнце восходит, светлячки все, их нет. Человек просто освященный пищей, человека начинают кормить, духи убегают из его психики. Потому что там Бог в этой пище находится. Как там духи могут жить? Чем сильнее освящена пища, тем сильнее. Как лечат духов в монастырях, знаете? Берут просто просвирку, замаливают ее. Раз человеку покушать, раз – дух и убежал из тела. Почему? Потому что не может он рядом с Богом находиться. Жарко ему становится. Он так и говорит, этот дух. Ты чего меня жаришь? Мне жарко. Оставь меня в покое. Он же через человека говорит. Дух. Вот. Ему жарко становится, убегает. Духовная пища, духовные отношения – это бесконечно бескорыстные отношения. Означает духовные отношения. Честные, бескорыстные отношения, духовная платформа, самая высшая платформа, настоящая любовь, бескорыстную природу иметь, недешевая вещь. Между мужчиной и женщиной, между мужем и женой не может быть практически бескорыстных отношений. Это отношения между старшим и младшим означают духовным учителем отношения, бескорыстные абсолютно. Должны быть, по идее. И так далее. Между мужем и женой тоже могут быть духовные отношения, если они на духовной платформе очень много находятся. Поэтому не надо обожествлять семейную жизнь. Не надо думать, что у вас с мужем будут духовные отношения. Это не просто иметь духовные отношения с близкими людьми. Через них же судьба действует, через близких людей. А судьба скверняет. Она приводит к более поверхностным отношениям, телесным отношениям, проническим отношениям и так далее. Человек должен стремиться к духовной жизни. Он должен понять себя душой. В этом высшая цель человеческой жизни. Сначала человек должен понять себя душой, что это значит. Смерти нет он чувствует. Смерти нет. Смерти нет, потому что чувствует себя, когда человек чувствует себя душой, карма вся в дребезги разлетается. Человек чувствует себя душой, это как солнцем себя чувствовать. Все освещается вокруг. Прощение мгновенно достигается. Человек становится сильным, лучезарным, святым, как говорят, святым становится. Святой человек, значит, чувствует себя душой. Он сияет, как солнце изнутри. Следующая стадия духовной жизни – это почувствовать Бога и строить с Ним отношения. После того, как человек душой себя почувствовал, только тогда он сможет с Богом строить отношения. Иначе он Бога не поймет и не почувствует. Но он может чувствовать Бога через голос молитвы до того момента, как он стал душой, почувствовал себя душой. Поэтому, только перенимая опыт тех, кто молится, человек может на духовную платформу войти, даже если он еще не чувствует себя душой. Он может перенять это от других. И следующая самая высокая стадия – это изучать Бога. Когда человек Бога уже почувствовал, с Ним отношения строит, он может его понять, пытаться понять. Он бесконечный Господь, но в какой-то степени люди могут его понять. И постижение Бога является самой последней стадией духовного развития. Как пророк Мухаммед, он знал Бога. Он уходил к Богу. Вернее, не уходил, а просто откровение получал от Него. Это Моисей уходил к Богу. Уединялся. Но Мухаммед, он просто получал откровение от Бога. Он знал, что Бог говорит. И он никогда не ошибался в том, что он делал. Там такие удивительные вещи были. Вот представьте, к тебе заходит человек с мечом. Хочет тебя убить. А ты ничего не делаешь против него. Потому что Бог тебе сказал. Не трогай этого человека. Он твой лучший друг. Не важно, с мечом он или нет. Это Амар пришел к Мухаммеду с мечом. Говорит, не трогай его. Пускай заходит с мечом. Он хотел убить Мухаммеда. А тот ему сказал, ты хочешь меня убить? Я знаю об этом. Ты меня не убьешь, потому что ты добрый, честный человек. И тот согласился с этим. Стал его последовать. Самым вторым халифом он стал. Вторым халифом. Очень великий человек. Но сначала к Богу с мечом пришел. Только пророк может так рассуждать. Никто не может видеть все. Кроме того, кто связан с Богом. Это высокая платформа жизни. Мы не должны ее имитировать. Просто святой человек, это тот, кто чувствует себя душой. Этого уже достаточно, чтобы всем помочь. А есть еще люди, которые знают Бога. Это очень высокий уровень. Высшее проявление святости. Мы не можем это имитировать. Не надо из себя делать корчить даже того, кто чувствует себя душой. Не боишься холода, голода. Не нервничаешь никогда. Не выходишь из себя. Всем всегда прощаешь. Значит, ты чувствуешь себя душой. Если нет, значит, не чувствуешь. Итак, мы говорим сейчас с вами о развитии хороших черт характера. Немножко опускаем планку вниз. Я вам рассказал разные платформы жизни. А теперь переходим к характеру, собственно. Потому что что такое характер? Это то, ради чего мы приехали сюда на фестиваль. Развитие разума. Мы хотим свое сознание погрузить в самоконтроль. Разум – это та часть тела, психики человека, которая контролирует и побеждает судьбу. Разум находится над умом. Именно он побеждает человека. Он приводит к самоконтролю. Именно платформа разума. Некоторые люди говорят, как простить? Чтобы простить, надо сначала встать на платформу разума. Разум может простить. Ум не может сам себя простить. Разум выше ума. А выше разума душа. Поэтому человек должен сначала на платформу разума встать. Оторваться от своей судьбы. Внутри ума находится жизнь, судьба. Человек варится внутри судьбы. Надо стать выше судьбы. Означает наполненным счастьем. Когда человек наполняется счастьем, он отделяется, отделяется от себя. Он становится как бы взгляд со стороны. Он начинает себя смотреть со стороны. Спокойно относиться к жизни. Принимать судьбу. Означает платформа разума. Без счастья невозможно. Счастье складывается из природы, людей и Бога. Один аспект счастья пролетел, значит будешь страдать. Природы нет – будешь больным. Людей нет в твоей жизни – будешь асоциальным, несчастным. Бога нет, не сможешь трудности преодолевать. Препятствие возникло – все, ты погиб на этом препятствии. Бог только дает человеку препятствия преодолевать жизнь. Три аспекта контакта с Богом. Три аспекта развития разума. Все три важны. Мы с вами сейчас на среднем останавливаемся. Означает взаимодействие с людьми. Или развитие хороших черт характера. Я вас не утомил. Все нормально? Песен мало? Побольше? Телесная платформа жизни. Где же песня-то? Спасибо. Он летит себе лениво. Пусть не любит шаг. Красиво. Он летит себе лениво. Громковато? Ускорять не любит шаг. Хочет чуть ли как красиво. Без усилий просто так. Что-то, что-то не до сих пор. Понятно, да? Он ведет себя лениво. Ускорять не любит шаг. Любит жить не то красиво. Без усилий просто так. На работе он в заботе. Постучать по домино. А когда конец работе, то пора идти в кино. Ну, то есть телесная платформа. Ленивый человек. Безвольный. Бессовестный. Низкий уровень развития. Соединение души с телом. Человек не понимает, что такое работа над собой. Не надо им пытаться доказать, что такое работа над собой. Кто может понять, что такое работа над собой? Кто? Если человек чувствует тонкость этого мира, чувствует благостность пищи, чувствует благостность людей, он понимает, что есть будущее в жизни, прошлое жизни. Он понимает, что мы как бы здесь не навсегда в этом мире. Ну, то есть он начинает тонко что-то чувствовать. Это значит, что этот человек может работать над своим характером. Все остальные даже не понимают, что такое характер, как они над ним работать будут. Они не понимают, что такое совесть, потому что совесть это Бог. Они не верят в Бога. Как они совестливыми будут? Свобода совести означает контакт с совестью. Свобода, как ты будешь с совестью контактировать. Что, поехали про характер? Мужские и женские черты характера. Смотрите, если говорить о развитии характера человека, то надо учитывать природу ума. Есть две природы ума. Какая природа ума есть? Женская и мужская. Это разница всего лишь в природе ума. Когда душа попадает в тело и хочет любви, нежности, гармонии с этим миром, доброты, красоты, она рождается в женском теле. Ум принимает контакт. Три энергии сознания, три энергии души. Знание, любовь, вечность. Вечность для всех одинаковая, все хотят жить. Знание и любовь остаются. Если душа хочет любви, гармонии, нежности, доброты, отдыха от волевых усилий, то душа получает женское тело. Если душа хочет знания, победы, развития, преодоления, она получает мужское тело. Женское тело предназначено для преодоления воли, храбрости, смелости, победы? Женское тело предназначено? Нет. Она предназначена для любви, гармонии, нежности, доброты, заботы. Женское тело предназначено. То есть видите, уже на уровне контакта с грубым телом, то есть в момент вхождения яйцеклетки, сперматозоидов в яйцеклетку, когда душа в это время приходит в контакт с материей, она уже выбирает, что она хочет. Женское рождение или мужское. Это душа выбирает своими желаниями. Если душа устала в прошлом теле, упахиваться, она думает, надо хоть счастье какого-то в жизни, любви, нежности, отношений, женское рождение. Если душа думает, что-то хочу развития, хочу все знать, хочу победить, хочу быть смелым, храбрым, ловким, сильным, только и всего. Хорошо, тогда мужское рождение. Понятно? Поэтому есть мужские черты характера и женские черты характера. Смотрите, женщина, когда развивает все женские черты характера, она дальше, само собой, начинает развивать мужские в себе и становится святой после этого. У нее есть и женские, и мужские хорошие черты характера. Значит, она святая. Теперь мужчина сначала мужские черты характера развивает, потом женские в себе начинает развивать, а потом он становится святым. Что такие женские черты характера? Нежность, доброта, простота, заботливость, способность чувствовать глубоко людей. Способность любить, открытость, желание помочь – все это являются женскими, естественными, врожденными, женскими чертами характера. Теперь мужские черты характера, врожденные, естественные, храбрость, концентрация внимания, волевая сила, способность побеждать, преодолевать, разборчивость. Сила воли, сила духа, ну как сила духа, сила воли имеется в виду. Дальше. Сильная логика, то есть рациональное мышление такое сильное – это естественные мужские черты характера. Это не значит, что у женщин не может быть сильной воли, силы, силы храбрости, не может быть силы духа. Может быть. Но это уже как бы для женщин это что такое? Это бонусы. Но если у женщины одни бонусы, но нет женского ничего, тогда это уже плохо. Я объясню, как это происходит тоже. Итак. Когда женщина становится нежной, доброй, ласковой, отзывчивой, простой и так далее, то она может дальше, естественно, будет становиться храброй, смелой. Вот если, допустим, женщина добрая и храбрая, она женщиной перестает быть при этом? Нет. Если женщина простая и смелая, она женщиной перестает быть? Нет. Понимаете, то есть, если женщина еще дополняется мужскими характерами черта, она становится мудрой. Мужчина, допустим, если он храбрый и стал добрым, он мужчиной перестал быть? Нет. Он стал развитым мужчиной. Теперь смотрите, в чем наша ошибка. Мы от мужчины, женщины от мужчины, чего ждут? Женских черт характер. Будь со мною ласковым, будь со мною нежным, будь со мною бережным, будь со мною прежним, говори счастливые глупые слова, чтобы каруселила счастьем голова. Так это все женское. Будь со мною ласковым, это женское, женщины ласковые, мужчины неласковые. Будь со мною нежным, это женщины нежные. Будь со мною бережным, это женщины бережные. Будь со мною прежним, прежним означает стабильным, верным, так это женщины верные. Говорить счастливые, глупые слова. Где же вы видели, чтобы мужчины глупые слова говорили? Чтоб каруселило счастьем голова, чтобы было жарко даже и морозы. Это женщины, значит, видите, в чем ошибка заключается? Почему мы ругаемся, то скандалим, почему друг с другом? Потому что женщины от мужчин хотят женского. Это означает неразвитость, неразумность просто. От мужчин надо хотеть мужского, а не женского. Надо понять это. Если женщина от мужчины хочет женского, будут ссоры, ругань будет. Потому что он не может быть. Это то, что вы ему даете. Это когда женщина дает мужчине нежность, он становится нежным. Когда ласковость она ему дает, становится ласковым мужчина. То есть это то, что от женщины отражается. Будь со мной прежним. Если она ему верна, мне никого не надо, я бы могла себе и получше найти. Если она так не думает, это мой единственный человек. Значит, он становится прежним или верным. Чтобы жена была веселой, то есть мозги не выносила, и красивой. Больше ничего не надо. Поднимите руку мужчины, которые со мной не согласны. Что им еще что-то надо от жены. Упаси Бог. Еще что-то хотеть от жены. Упаси Бог. Это опасно. Ну ладно, посмеялись. Немножко поехали дальше. Итак, принцип. Мы с вами обсудили немножко мужские и женские характеры, черты характера. Есть хорошие черты характера, есть плохие. Как они влияют на судьбу? Надо понять, что плохие черты характера всегда означают просто слабость. Ну то есть нет смысла вообще говорить, что человек злой или добрый. Есть слабые люди, есть сильные. Вот и все. Сильный человек это какой человек? Это человек, который наполнен счастьем изнутри. У него хватает силы побеждать судьбу. А если человеку не хватает сил, он срывается, он злится, он обижается. Кто хочет злиться в этом мире? Кому это надо? Никто не хочет. Просто сил не хватает. Поэтому не надо человека в этом обвинять. Часто люди говорят, что ты злой. Он не злой, он просто слабый. Все, у него нет сил. У него не хватает сил побеждать судьбу. Вот и все. Вся его проблема. Понятная система? Теперь, что делает с нами слабость? Вот спектакль видели вчера? Немножко утрировали. Не 300 тысяч лет сокращается количество жизни. А чуть-чуть сокращается. Ну то есть от чего оно сокращается? Вот смотрите. Гнев разрушает печень. Когда человек близко к сердцу все принимает, ну то есть придает большое значение трудностям. Чего страдает от этого? Не знаете, почему военрук поставил тройку по военному делу в 10 классе? У меня одна тройка была, в 9 вернее, в аттестате. Знаете, почему? Потому что я его спросил на уроке, кто написал полонез Агинского? Он сказал, Чайковский что ли? Мне за это тройка поздно, что весь класс засмеялся. Все знали, кто Агинского полонеза? Так и я вас спрашиваю, если близко к сердцу человек все принимает? Чего страдает? Правильно. Сердце страдает, значит. Хорошо, если человек, как бы, нож унесет очень тяжелую в жизни, ответственность большая, очень сильное рождение, ответственность большая у человека в жизни. Что страдает? Позвоночник страдает, болит позвоночник, не держит тяжесть человек жизни, судьбы. Тяжело очень. Надо сильным быть, чтобы ответственность нести, груз ответственности большой. Дальше, если человек сильно напряженно думает, суетится в мыслях, страдает кишечник, суетливо кишечник работает, значит понос. Если человек, наоборот, думает очень медленно, туго, значит будет запор. Со скоростью мысли кишечник связан. Поджелудочная железа, это орган взаимоотношения с людьми, сильная чувствительность. Когда человек очень сильно чувствует все вокруг, у него страдает поджелудочная железа, она даже может стресс войти от контакта нежелательного какого-то. Почки страдают от неумения отдыхать, это подсознательный такой орган. Человек, если не регулирует свой отдых и нагрузку, почки выходят из равновесия. Легкие страдают от отчаяния. Когда война начинается, много туберкулеза легких идет, эпидемии целой, потому что люди в отчаяние входят, боятся за свое будущее. Каждый орган связан с какой-то чертой характера. Если человек, допустим, очень сильно напрягается в деятельности, он как бы очень много трудится, у него страдает головной мозг. Перегрузки на работе, инсульт – это болезнь руководителей, сильная психическая перегрузка. Видя, черты характера связаны с организмом. Почему? Потому что каждый орган человека имеет свой характер. Сердце – добрый орган, печень – волевой, кишечник – деятельный орган, позвоночник – это орган, который связан с… Это дерево жизни, то есть он связан с нагрузкой, с энергией судьбы человека и так далее. Теперь, как же развивать характер? Как же правильно работать над характером? Вот смотрите, если человек говорит постоянно «я злой», «я злой», «я злой», «я злой», Он хочет работать над характером? Хочет, но не в невежестве. Когда человек сильно фокусируется на себе, или он говорит «я хочу быть добрым», «я хочу быть добрым», «я хочу быть добрым», Он хочет быть, он работает над собой? Работает, но в страсти. Потому что она опять концентрируется только на себе, но со знаком «плюс» уже. Теперь, эти два человека смогут победить свой характер? Нет. Потому что они концентрируются на себе. Как сделать так, чтобы победить характер? Надо оторваться от себя. Для того, чтобы быть добрым, надо что делать? Добрые дела просто. Иди, улыбнись. Скажете, это искусственно. Я никого не люблю, как я буду улыбаться? Вот в этом заключается разница между Востоком и Западом. Восточное понимание вещей такое. Делай все искусственно. Не умеешь неподвижно сидеть? Больно? Сиди неподвижно. Не умеешь быть добрым? Будь добрым. Не умеешь ходить? Ходи. Не умеешь бегать? Бегай. Не умеешь прощать? Прощай. Как меня люди спрашивают. Олег Геннадьевич, как научиться прощать? Надо прощать. Ну, то есть, другими словами, силу копит человек, силу копит, становится сильным. Как сделать так, чтобы были мышцы? Качайся. Делай мышцы. Как сделать фигуру? Делай фигуру. Ну, то есть, другими словами, человек делает все искусственно. Ему хочется быть добрым? Нет. Он говорит, я не добрый. Как я могу быть добрым? Сделайте меня добрым. Сам себя сделай. Но первый шаг, это искусственный шаг. Человек через силу заставляет себя быть добрым. Он улыбается искусственно. Он улыбается. У него улыбка фальшивая. Ну, и что зато он старается? На меня говорят на лекции некоторые критикуют. Это у него голос фальшивый. Улыбка фальшивая. Он весь фальшивый. Зато я стараюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фальшивую в любом человеке можно найти. Только святые люди, не фальшивые, а не искренние. Все остальные фальшивые, если так разобраться. Смотря по таким углам посмотреть на человека. Все фальшивые на самом деле. Итак, принцип очень простой. Надо искусственно заставлять себя быть добрым. И не опять не думать, я добрый, я добрый. Надо просто думать о других. Это еще одно правило. Надо пытаться просто помогать. Как можешь. Вот, допустим, ребята сегодня всем делали массаж этими молоточками. Кому-то хотелось этот массаж, кому-то не хотелось. Неважно. Они делали добрые дела, как могли. Кому-то по голове стукнули не так. Но они старались. Понимаете, когда человек пытается делать добрые дела, он всегда... Есть кому сказать про него плохо. Потому что он ошибается же, правда, делая добрые дела. Но он старается. Вот. Но есть те, которые смотрят на то, что он хорошее делает, а не плохое. Есть сознание пчелы, сознание мухи. Муха всегда и ищет недостатки. Пчела ищет хорошее. Давайте искать хорошее. Если человек хочет делать добрые дела, значит хорошо. Но у него сначала все будет искусственно. Это первая стадия. Вторая стадия. У него будет естественно, но он будет себя заставлять. Это вторая стадия развития характера. И третья стадия развития характера. У него спонтанно это все получается. Он просто становится добрым. Запомните, когда человек спонтанно становится добрым, это значит, вот душа, она имеет 26 лепестков. 26 черт характера. Доброта, простота, нежность, искренность, решимость, твердость, смелость, самоотдача и так далее. Ну там, я не помню все, 26 черт характера. Я помню, читал 26 лекций на эти темы. Целый семинар такой большой. 26 качерт хороших характера. На каждую черту характера по лекциям. Долго читал. Вот. Но идея в чем заключается? В том, что когда человек спонтанно становится добрым, то это значит, что душа уже через грехи пробилась в этой черте характера, в этом лепестке. Человек в этом аспекте стал святым. Понятно? Это очень высокий уровень. Если мы, человек, людей хотим с этой точки зрения мерить, ты спонтанно добрый или нет? Да спонтанно добрыми могут только святые быть. Есть святые люди разные. Кто-то сильно добрый святой, кто-то сильно решимый святой, кто-то отрешенный святой, кто-то проницательный святой. Они все разные святые. Но если человек в чем-то стал спонтанно чистым, это очень высокий уровень. Поэтому мы не должны с этой точки зрения как бы людей судить, а ты честный по природе или заставляешь себя? Если не по природе, значит, ты нечестный. Да понятно, что мы все нечестные. Просто одни люди заставляют себя быть честными, а другие не заставляют. Вот эта разница, работает мы над собой, не работает мы благостный человек или не благостный. Вот и все. Понимаете? Вот эти три стадии и попытайтесь глубоко понять. Но самая первая стадия оторвитесь от себя. Когда человек говорит, Олег Геннадьевич, как мне стать добрым? Не задавайте мне таких вопросов. Потому что это бессмысленный вопрос. Чтобы стать добрым, надо делать добрые дела. Чтобы стать честным, надо стараться не обманывать. Вы скажете, а как не обманывать, если, допустим, все обманывают? Это уже другой вопрос. Надо понять, как это правильно делать. Бывает, человек как бы не обманывает, без штанов становится. Он говорит, я же не обманывал, почему я без штанов остался? Смотря кого не обманывать. Если обманщиков не обманываешь, то становишься без штанов. Ну то есть надо изучать эту тему. Надо изучать, это серьезная вещь. Или, допустим, агрессор, допустим, нападает на тебя, а ты добрый к нему. Давай убивай всю мою семью. Пожалуйста. Отлично. Я тебе прощаю. Это неправильно. Это не доброта. То есть видите, доброту, чтобы понять, надо изучать. Это глубокая тема. Например, если человек убивает врагов, он может в сердце при этом добрым к ним оставаться? Может. Он как человека, этого человека добрым, если он, допустим, его не добил, врага, он его не добивает, а пытается вылечить. Он уже не враг, он просто уже больной человек, он раненый, он его спасает, пытается вылечить. Несмотря на то, что это враг. Или он безоружный, уже ничего тебе не может сделать. Он тоже его, ничего с ним не делает. Потому что это просто уже человек. У него нет возможности тебе навредить. Или в плен его просто берет. Ну, понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что это все очень глубоко и сложно понимаемо. Потому что, когда эти черты характера переплетаются между собой, они могут вступать в противоречие. Человек должен изучать законы, как действует характер. Вот, допустим, есть четыре сословия. Есть, допустим, люди по природе ученые. Есть, допустим, правители по природе. Вот правитель, если он не строгий и не наказывает, это грех. А если ученый по природе человек и он наказывает, это тоже грех. Ученый по природе должен прощать, а правитель должен наказывать. Понимаете, и в этом противоречие. И его понять непросто. Для этого надо все изучать. Кто что должен сделать. Вот, допустим, человек торговец или бизнесмен по природе, он должен обманывать. Ну, как обманывать? Честно. То есть он должен брать прибыль так, чтобы эта прибыль имела здравый смысл какой-то. И этот здравый смысл все чувствуют люди. Понимаете? Это означает честность торговца. Он делает прибыль. Это его правда. Но с этой прибыли он часть денег дает нам добрые дела. Это тоже часть его правды. Если он всю прибыль себе, значит, это неправда уже. И так далее. Понимаете? То есть хорошие черты характера, чтобы понять, что такое. Нужно серьезно изучать, что такое жизнь. Или что такое хорошо и что такое плохо. Потому что, если это не делать, то можно запутаться. Ну, допустим, женщина говорит, я же должна всем мужчинам улыбаться, чтобы быть доброй, смотря как ты им будешь улыбаться. Потому что есть разные женские улыбки. Есть улыбки, которые вызывают вожделение, а есть улыбки, которые материнскую природу имеют. Понимаете? То есть улыбки бывают разные у женщины. Поэтому, если женщина улыбается с вожделением мужчине, то это уже не означает доброта. Это зло. А если она улыбается как сестра, это другое совсем. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что эти темы надо серьезно изучать. Не просто быть добрым, надо иметь знания. Поэтому правило номер один. Если вы хотите работать над своим характером, изучайте знания. Как правильно жить, в чем заключается долг человека, в чем нет долга человека. Долг у всех разный. Даже на разных этапах жизни он разный. Например, если человек не женат, юноша, он должен учиться. Это его долг. Он не должен жениться. И девушка тоже не должна в юном возрасте жениться. Она должна сначала обретать знания. И когда человек обретает знания, он не должен заниматься сексом. Он должен сохранять целибат. Иначе у него вся энергия пойдет вниз, и он не сможет развиваться. Знание означает поднятие энергии вверх. Если ты вверх ее не поднимаешь, хороших черт характера не будет. Видите, оказывается, есть ограничения. Когда человек достиг зрелого возраста, он начал трудиться, отдавать себя в жизни, он женится или выходит замуж. Он не должен смотреть на других женщин и мужчин уже. Женщина на мужчин не смотрит, мужчина на женщин. Означает опять ограничения. Другими словами, если человек все эти ограничения не соблюдает, он не может иметь хороший характер, потому что неправильный поступок рушит характер, а не что-то другое. Вот, допустим, человек бросает жену и думает, как мне быть честным? Невозможно. Потому что, если близкого человека бросил, ему, чтобы быть честным, надо раскаиваться. Иначе этот поступок разрушит в нем честность. Если человек кого-то побил, просто так взял, побил, и говорит, как мне быть добрым? А как ты будешь добрым, если ты совершил насилие? Это насилие заставит тебя быть злым. Как это происходит? Я вам объясню. Человек соединяет себя с определенными силами, как бы подписывает договор с ними. Все. Он находится под их влиянием. Поэтому люди в древней культуре и боялись совершать плохие дела, потому что они боялись свернуть с правильного пути. Теперь сразу возникает вопрос, а если человек неправильный поступок, допустим, украл человек, каким он становится? Обманщиком он становится. Лжецом. Все. Он украл. Теперь вы скажете, а если человек украл и остается правдивым, это возможно? Нет. Но если человек раскаялся, все как бы исправил, тогда он может быть правдивым. Видите, запомните, что все черты характера это наказание или прощение. Вот, допустим, человек говорит, я хочу быть добрым. А ты сам не сможешь быть добрым. Если ты делаешь добрые дела, придет время, и Бог тебе даст доброту, как награду, потому что наброта – это счастье. А зло – это страдание. Если ты злой, значит, ты страдаешь. Если ты добрый, значит, ты счастлив. А счастье просто так не получишь. Поэтому, говорит, Олег Геннадьевич, как мне быть добрым? Это то же самое, что, Олег Геннадьевич, как мне первое место занять? Или как мне сдать на пять экзамен? Как мне поступить в институт? То есть вы говорите о наградах в этом случае. Не надо думать о наградах и говорить. Человек должен думать о действиях, которые приводят к доброте. И действиях, которые разрушают доброту. Другими словами, мы должны думать о действиях, а не о чертах характера. Те люди, которые думают о чертах характера, знаете, некоторые люди, Я солнце, я большое светлое солнце. Я начитал сауктогенные тренировки, сижу дома. Мантру повторяю, молитву. Я солнце, я большое светлое солнце, я солнце. Повторяю. Мама подходит, говорит, солнышко, помоги помыть посуду. Я говорю, мама, не мешай. Потом думают, что это я за солнце такое. Если я даже помыть посуду маме не хочу. Я гордый человек. Я маленький был еще, понял это. Гордый человек, а не солнце. Я перестал эту медитацию делать. Потому что я солнце, я солнце. Какое ты солнце? Сначала стань солнцем, потом все тебе скажут о тебе, солнце ты или не солнце. Так человек должен жить. Он себя ничем не должен называть. Люди назовут сами, когда решат. Поэтому никаких медитаций, никаких самовнушений. Визуализацией не надо тоже заниматься. Хочу 100 долларов, хочу 100 долларов. Замечательно. Если ты визуализацией занимаешься, хочу 100 долларов. Получишь 100 долларов или нет от судьбы? Получишь. Кто уже пробовал, получилось? Поднимите руку. Получишь 100 долларов. Хочу 1000 долларов, хочу 1000 долларов. Получишь 1000 долларов. Кто-то получит, кто-то не получит. Хочу миллион долларов, хочу миллион долларов. Получите миллион долларов? Может быть один из зала или два. Хочу 100 миллионов долларов. Получите? Нет. Видите, смотрите, визуализация означает, что я беру благочестие свое из сердца, вытаскиваю наружу и торгую с Богом. Говорю, вот тебе благочестие, давай 100 долларов. А там благочестие внутри. Для чего оно нужно? Оно нужно, там резерв, благочестие есть, запас. Для чего? Если ты в аварию должен попасть, вот это благочестие выходит наружу из сердца. Как мне говорят, что-то в сердце произошло, и я был спасен. Это благочестие вышло у тебя из сердца. И ты не попал в аварию. Потому что ты добрые дела делал. А если ты эти добрые дела на визуализацию истратил все, до свидания, возможность спастись. Удача уходит из жизни таких людей. Поэтому не надо ничего хотеть. Совершаете поступки, Бог сам наградит. Все, что хорошего сделаем, получим назад. Хорошие от Бога. Вот так человек должен развивать свой характер. Нет никаких других способов. Не надо ничего выдумывать. Никаких самовнушений, никаких визуализаций. Никаких, как бы, понятно, я понял, да.